Всем привет, с вами снова Саня и Славный Дружаблова. Сейчас вы на экране видите фотографию, если вы хотите за 10 минут, я надеюсь, что этот ролик будет 10 минут, но как всегда нет, конечно, ну ладно. Если вы хотите научиться делать так же, за очень небольшие деньги, со 100% гарантией, то смотрите этот ролик дальше. Цель ролика в том, чтобы показать, что вам не нужны гигантские деньги или какие-то невероятные-невероятные навыки для того, чтобы сделать вот такой вот красивый портрет. Обычно, когда вы смотрите ролики про фотогайды на ютубе, они очень заумные, то есть человек как бы трах-тибедох, ахалай-махалай, и у него получается офигенная фотография, обработанная, например, в лайтруме или в фотошопе. В нашем ролике мы покажем, что вам, ну в принципе, вообще не нужно уметь ничего обрабатывать, и на самом деле у вас могут быть абсолютно руки из задницы, но вы будете всегда получать нормальный результат, выполнив всего лишь несколько условий. Итак, первое. Какой у нас бюджет? Подсчитывая бюджет, вы можете, в принципе, ограничиться примерно 10 тысячами рублей. Такая камера, это восстановленный Киев, можно купить его не восстановленный, можно купить его любой, он будет стоить примерно 5-6 тысяч рублей в хорошем состоянии. Любители за 5 тысяч вы купите вообще практически с коробкой, как, собственно, сделал я. И вы, наверное, спросите, что за дела, почему фотоаппараты такие странные? Это, друзья мои, пленочные фотоаппараты. Почему пленочные? По одной простой причине. Во-первых, они стоят примерно 5 тысяч рублей, во-вторых, это среднеформатные камеры. То есть, когда вы где-нибудь в магазинах смотрите фулл фрейм и думаете, что это профессионально. Нет, профессионально это когда матрица у фотоаппарата вот такого вот размера. Это среднеформатная пленка. То есть, матрица просто огромная. Для сравнения, какого размера матрица в обычном цифровом Panasonic? Вот та зелененькая штуковина внутри, блестящая, это матрица обычного Panasonic. Само собой, есть и цифровые фотоаппараты с матрицей вот такого размера. Однако, они стоят больше миллиона рублей. Вы скажете, да, там есть Fujifilm 50s. Нет, он, конечно, среднеформатный, но он все равно меньше, чем 6 на 4,5 сантиметра. Ну и вы спросите, в чем же профит? Можно и на айфон, наверное, сфоткать, причем здесь большая матрица. Почему пленка? Потому что пленка, заменяющая огромную матрицу, дает невероятно маленький гриб. И к тому же, нормальная пленка по умолчанию дает правильные сочные цвета, и вам не придется править их в фотошопе, которым вы, возможно, не умеете пользоваться. Мы будем снимать на среднеформатный вот такой вот чудесный Arax, размер у которого пленки 6 на 4,5 сантиметра. Давайте заправим его пленкой. Ну, опять же, это тот же старинный фотоаппарат Киев. Вы можете брать любую камеру, которую найдете на Авито подешевле, чтобы она работала. Проверяйте, потому что они часто не работают. Но сначала фотоаппарат вам нужно будет заправить пленкой. Что по пленке? Цены на пленку начинаются примерно от 400-450 рублей. Но, в принципе, вы можете поискать в магазинах самую дешевую и попрактиковаться. А потом уже перейти на что-нибудь более дорогое, типа той же Кобик Портера. Заправлять фотоаппарат пленкой очень просто. Нужно следить всего за парой важных моментов. Основное это зайди, блин, на YouTube и вруби видос, как заправлять пленку конкретно в твой фотоаппарат. Потому что они очень разные. Вот эти вот стрелочки нам нужно сравнять с красной точкой. Вот этой вот. На каждой камере это по-разному, но это всегда очевидно. То есть вы всегда поймете, до какого именно момента вам нужно докрутить ракорд. Отлично! А после того, как вы вставили пленку, вам необходимо спустить несколько тестовых кадров. В среднем это 2-3 кадра. Здесь есть, собственно, сам счетчик. И на этом счетчике должна появиться цифра 1. То есть вы взводите, спускаете. Вводите, спускаете. На каждом фотоаппарате это работает немножко по-разному. Но у нас вот спустя 2 кадра мы уже добрались до первого. Можем снимать. В общем, скажем, что практически во всех фотоаппаратах нюансов всего два. Удостоверьтесь, что вы действительно наматываете пленку. Что она хорошо зацепилась за валик. И вы ее прокручиваете. И, собственно, второй нюанс. Не открывайте свой фотоаппарат, пока не отснимите всю пленку. Исключение это мамия. У нее съемные такие жопки. Можно одну жопку снять и с другой пленкой прицепить. Но вы вряд ли купите мамию. Это достаточно дорогая камера. Итак, у нас есть среднеформатная пленочная заряженная камера. Что мы будем с ней делать? Итак, примерно 5000 рублей мы потратили на камеру. И еще 5000 рублей мы тратим на наше чудесное освещение, без которого ничего не получится. Это вот такое вот чудесное кольцо. Или, как говорится, ринглайт. Он стоит порядка 70-80 долларов с ebay. Да и в Питере его тоже можно найти, например, 1000 за 5. А теперь запоминайте. Все очень просто. Первое правило фотографии через кольцевой свет. У вас должен быть темный фон. Если у вас нет какого-то другого плана какой-то свет поставить еще на фон. То есть фон у вас должен быть темный. Как его сделать в условиях нуля рублей? Из вашего одеялка. Вот, например, такое вот темно-фиолетовое. Очень темное какое-то одеялко. Или какая-нибудь черная бабулина простыня. Вполне покатит. Потому что профессиональный матовый фон стоит очень дорого. И из бюджета нашего выбивается. Ну и само собой нам нужна модель. Потому что мы с Сашей редкостные уроды. Поэтому нам нужна красивая девушка. Вот у нас есть красивая девушка Полина. А у нее есть инстаграм. Вот покажи сюда пальцем. Вот так. Вот это инстаграм. И вы обязаны на него подписаться. Также будет ссылочка в описании. Огромное ей спасибо. Как же мы будем фоткать Полину? Во-первых, мы выключим весь свет. Кроме нашего ринглайта. Нашего кольцового света. И занавесим все шторы. Мы можем не занавешивать сейчас ночь. Или вы можете идти на улицу. Потому что зачастую такие осветители работают и от батареек. Фотоаппарат желательно тоже поставить на штатив. А нашу модель мы сажаем перед светом. И достаточно далеко от нашего фона. Чтобы он был абсолютно размыт. Очень, очень, очень важно. Середина вашего чудесного кольца, ваши глаза и объектив. Все это должно быть абсолютно на одной линии. Для того, чтобы круги света в ваших глазах были круглыми. Заменяя ваши зрачки. Потому что если мы сделаем как-нибудь вот так. Или мы сделаем как-нибудь вот так. То круги будут уже овальные. И будет убожество какое-то. Еще раз для тех, кто не понял. Невидимый рисуем крест на нашем осветительном приборе. И смотрим ровно через него своими глазами. Ровно в объектив. Никуда при этом не поворачивая голову. Только тогда получится магия. И да, народ, очень важно. Если вы от осветительного прибора модель начнете отодвигать. То круг в ее глазах будет становиться маленьким. И собственно она будет выглядеть как такой вампир. Если же пододвинуть модель слишком близко. То у нее будут гигантские круги в глазах. Как у наркомана. Но Полина не наркоман. Поэтому давайте нормально сделаем. Итак, вот что мы видим через видоискатель. Уже неплохо. Но какие же настройки нам поставить на нашем фотоаппарате? Вам просто нужна программа на телефон. Которая будет измерять количество света. Такая как например Light Meter. И мы выставляем собственно. Здесь у нас стоит чувствительность пленки. Она у нас 400. 400 ISO. И здесь замочек вот этот синенький. Потому что собственно 400. Мы не можем поменять ISO. Потому что пленка с такой светочувствительностью. Далее диафрагма. Диафрагма у нас стоит 2.8. Потому что у нас такой объектив. И собственно нам показывает выдержку. Одну 125. Для того чтобы все было не недоэкспонировано. И не переэкспонировано. Обычно собственно с помощью таких программ. Получаются адекватные снимки. Ничего вручную считать не надо. Все настройки на фотоаппарате мы выставили. Теперь осталось попасть в фокус. Где должен быть фокус? Само собой на глазах нашей модели. Однако система фокусировки на старых фотоаппаратах. Она не совершенна. И она не электронна. Поэтому все придется делать вручную. Нам нужно чтобы 2 призмы совместили изображение в центре кадра. И тогда там будет идеальный фокус. По глазам это сделать очень тяжело. Потому что они такие все плавные. Поэтому мы просто применяем один простой лайфхак. Мы даем модели ручку. И приказываем воткнуть себе в глаз. Ну или прислонить глазу где-нибудь. Вот как-нибудь на уровне. Вот так. И держать собственно по этой ручке. Мы совместим. Вот так. Вот так. Там где зрачок. Там и должна быть ручка. Тогда нам будет очень легко попасть в фокус. Совместив эту ручку в одно изображение. Зацените. Наверное теперь вы понимаете о чем я говорю. В центре кадра у нас нужно совместить карандаш в идеально одно изображение. Вот так как-то. Тогда и фокус будет идеально на глазах. Следующий трикс. Если волосы у модели достаточно темные и сливаются с темным фоном. Можно дать небольшой контровой свет. Покатит например пара свечек. Но для этого собственно свет самого кольца нужно немножко приглушить. Чтобы вот этим контровым светом двух свечек. Или любых лампочек каких-нибудь. Немножко отделить модель от фона. Но чтобы темные волосы не прилипали к темному фону. Вы поняли? Главное не поджечь модели волосы. Но это не точно. Но никто не мешает подсветить и просто обычным фонариком в сотовом телефоне. В общем экспериментируйте с контровым светом. Для меня например он не нужен вообще. Потому что у меня волосы светлые. И я прекрасно отделяюсь от темного фона. Есть еще один небольшой трюк-лайфхак. Не навижу слово лайфхак. Это отстой какой-то. Короче. Можно если у модели длинные волосы. Здесь конечно волос не густые. Ладно. Короче если у модели есть волосы. Вы можете попытаться их развеять. Развеять. По ветру. Короче. Вы можете включить свет на максимум. Поставить что у вас была минимальная выдержка. Например там 1,500. 1,000. И попытаться сделать фотографию на ветру. Ну и еще небольшой трюк. Когда вы фотографируете модель. Которая сидит там на стуле. Да обязательно ставьте стул. А то человек устает. Пока вы там все это наяриваете. Это вам не цифровая фотография. Ставьте стул. И никогда не говорите человеку. Когда конкретно вы его сейчас сфотографируете. Потому что когда вы говорите. Сейчас вылетит птичка. Скажите сыр. Или еще что бы то ни было. То человек начинает. Чутка больше улыбаться. Наклоняет голову. Не знаю. Немножко щурится. Немножко делает румяные щеки. Фиг его знает. Чтобы получить действительно интересную фотографию. Которую размещают обычно на обложках разных изданий. Типа. Вот книга такого-то автора. И там автор такой. Эти фотографии сделаны. Когда человек не готов что его фотографируют. Ему говорят. Сидите смотрите в камеру. Он сидит. 10 секунд. 15. 20. И когда у него абсолютно расслаблены мышцы лица. И он выглядит естественно. Его неожиданно фотографируют. В этом тоже есть своя фишка. Ну и само собой. Если вы купили за 5000 рублей. Такой среднеформатный фотоаппарат. То вы можете фотографировать. Не только с этим кольцевым осветителем. Вы можете фотографировать с любым светом. Например. У нас есть вот такой вот. Чудесный свет. Давайте попробуем фотографировать на него. Вот. С такой сеточкой. Но это уже не в рамках нашего выпуска. Но тем не менее. Зацените. Друзья. Огромное спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось. Ставьте пальцы вверх. Даже если не будете использовать данные фишечки. То почему бы и нет. Мы старались. И я надеюсь. Что результаты вам понравились. Еще раз повторю. Мы не фотографы. Мы не профессионалы. Просто есть фишки. Которые при грамотном использовании. Прокатывают абсолютно всегда. Такие фишки. Например. Как использование кольцевого света. Темного фона. И пленочных камер. Но это конечно совсем угарная тема. Я прекрасно понимаю. Что этот видосик. Любой профессиональный фотограф. Портретист. Не. Портретист это кто рисует фотографа. В общем портретный фотограф. Поднимет на смех. Типа. Чуваки. Где у вас визажисты. Профессиональные. Где у вас всякие вспышки. Где у вас заполняющий свет. Рисующий. Контровой. Где все вот это. Фишка как раз в том. Что это как автомат Калашникова. Элементарная схема. Которая всегда дает одинаковый результат. При соблюдении всего нескольких правил. Для абсолютных нубов. С руками повторяюсь. Из одного места. Как мы. Народ. Если вам интересны видосы. В принципе. Про пленочную. Какую-то фотографию. Что у нас получается. Что мы пытаемся делать. Мы много экспериментируем. Скажем так. Есть совершенно сумасшедшие. Всякие идеи. Или если вам интересны. Какие-то фишки. По типу. Как в лесу. Гарантированно сделать. Опять же. Вот такой же трюк. Но для аудор фотографии. Для леса. Для поля. Как сделать гарантированно. Супер клевую фотографию. С очень маленьким бюджетом. То обязательно ставьте пальцы вверх. И пишите в комментах. Что вы хотите увидеть. Ну а также. Хотите ли вы увидеть. Какие-нибудь штуки. Со съемками. На среднеформатные. Пленочные фотоаппараты. Они дают реально клевые результаты. Иногда просто суперские. Ладно. Сейчас была пара кадров. Я повыпендривался. Да. Это я снял. А с вами был. Саня. И славный дружан был. Кушайте много. Кушайте вкусно. Всем пока. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравились фото. Которые вы сейчас увидели. Не забудьте поставить палец вверх. А самая классная фотка. Которая в видео нет. Она сейчас уже лежит в моем инстаграме. Ссылка на которую есть в описании. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok